коллеги я вас приветствую сегодня у нас часть 21 по проекту только факты и на этот раз продолжим делать страницу редактирования прошлый раз мы сделали удаление тегов у факта с используем blazer в этот раз с использованием опять же blazer будем делать поиск существующего тега и добавление его собственно говоря к этому факту который мы редактируем в очередной раз покажу некоторое количество слайдов которые расскажут о целях того чего мы делаем об аспектов которые мы затронем при разработке этого проекта но и вообще для чего это все нужно и что мы собственно для чего мы здесь собрались вот так вот скажу ну и по традиции очередной факт который звучит следующим образом у пчелы на самом деле два желудка один для пищи а другой для меда и так закончились слайды давайте приступать давайте для начала запущу проект и покажу на чем мы остановились какие действия были произведены в прошлый раз и так есть какая-то запись я нажимаю ее редактирование есть к ней привязаны теги которые отображаются в таком красивом формате я могу их удалить нажав на них и при сохранении мне выдается ошибка что требуется какие-то в общем-то метки для этого факта я буду добавлять в это поле при написании какой-то букв я хочу чтобы мне появлялись ну вот такие же метки как были давайте нажму их 5 при написании какой-то начальной фразы с чего начинается метка она должна отобразиться где-то вот здесь вот в таком же формате и по нажатию на нее я хочу чтобы она перелетала вот в эти вот вот в этот список а если метка не была найдена то есть она не существует то по нажатию на вот эту кнопку я хочу чтобы она добавлялась в этот меток и таким образом мы будем набирать сюда те метки которые привязаны к этим к этому в общем-то факту это можно закрывать ну и в общем у нас редактирование этих меток происходит в компоненте blazer а этот компонент называется text editor как вы помните и вот тут собственно ряд тот код который я добавил который нам нужно оживить чтобы в общем то у него как раз вот была та самая функциональность о которой я в общем то сказал но надо сказать что я добавил не только этот код ну еще и добавил вот это свойство которое будет нам говорить о том что в него будут заполняться те метки которые были найдены вот в базе данных и в общем нам этот функционал тоже нужно будет написать но и теперь в общем то что нужно сделать ну для начала нужно в общем определиться как у нас будет работать поиск ну для того чтобы у нас поезд заработал мне нужно соответственно вот в этом в модуле где-то сделать метод который будет осуществлять поиск в базе данных ну в общем для того чтобы начать нужно сделать доступ базе данных у нас на данном этапе наблюдается некоторая неприятность неприятность заключается в том что у нас получается некая рекурсия в зависимости ах смотрите у нас есть проект который называется веб и ну допустим razer library будем называть лип другими словами у нас вот этот razer лип за референсен то есть добавлен как ссылка в кому проект который за это веб если мы хотим из этого проекта иметь доступ в базе данных то нам нужно добавить ссылку в общем то как вы понимаете вот на этот проект другими словами у нас получается рекурсии нам вот эту ссылку добавлять нельзя это такая архитектурная некая неприятность в общем то который решается очень просто другими словами смотрите это будем делать вот таким образом допустим у меня есть ну вот карандаш ну вообще не так это сказать ну ладно допустим у меня есть проект есть называется web а вот здесь проект который называется ну давайте покороче его назову лип и у меня сейчас есть ссылка вот этого проекта на этот для того чтобы мне получить вот в этом проекте то есть вот здесь вот у меня есть а юнит of work ну так вот you of work ну вы карл поняли да что это юнит of work вот и в общем не нужно вот к этому юнит ворда стучаться вот здесь и собственно говоря решение очень простое нужно сделать еще одну библиотеку вот так называемых ну например контракты которые будут инжектиться и сюда и сюда интерфейс поиска перенести сюда здесь вот в этом проекте сделать его имплементацию а здесь просто вызвать этот проект когда получается что когда по ссылке прилетит сюда имплементация будет доступна из этого проекта вот в этом возможно я что-то как-то запутанно говорю ну в общем и мы сейчас начнем делать и я думаю что вы все поймете давайте для начала создадим новый проект он должен быть тип класс library сейчас мы его найдем вот он нет нужен вот так вот вот класс library да он подойдет я назову как обычно колобонга факт ну пусть так и называется контракт и в общем сейчас у меня появится новый проект над 5 все верно так у меня появился новый проект давайте для начала этот ненужный файл и c2 удалю и пока нам нужно сделать следующее нужно определиться с названием ну и вспоминая то он том что есть naming convention я думаю что самым правильным способом именования будет какой-нибудь интерфейс будет ай но допустим так сервис наверное просто мне так удобнее а вы в общем то может быть у вас свои какие-то собственные принципе и правила именования ну в общем не будет ай так сервис и в общем что он должен возвращать я думаю что он должен возвращать task в котором будет лист of string и я его назову search так соответственно мне сюда нужно будет прокинуть строку поиска явно зовут терм ну в общем вот такой вот простенький сервис я вы даже здесь напишу все очень нет я ничего не написать я здесь напишу рекорд есть у меня штука которая помогает потом не забыть сюда что-то написать итак у меня есть сервис который в общем-то будет инжектиться и в сборку library и в общем-то и в веб амплементация будет веб и поэтому она станет доступной в лайбраре ну для начала давайте компилируем и добавим эту сборку в этот проект добавим контракты и в эту сборку тоже добавим ссылку и будет она тоже контракты в общем-то завязка положено теперь мне нужно в общем в этом месте вот в этом месте прям вообще вот здесь написать у меня уже есть так сервис а и здесь есть так сервис я немножечко лоханулся в общем как говорил одна моя знакомая проститутка и про старуху бывает порнуха и вот почему а смотрите этот так сервис не может быть вынесен сборку контрактов потому что здесь есть сущности которые находятся именно в этой сборке в противном случае мне придется и сущности выносить наверх почему я не могу этого сделать потому что мне есть еще и теги которые являются частью базы данных и это нарушит но если знаете есть такая clean architecture вот лучше почитать эту книжку но на самом деле дает достаточно четкое понимание того чего должно быть но не забывайте что это абстракции нужно в общем то и придерживается они в общем поехали дальше я не могу эту тег сервис переносить в контракты потому что существуют не просто сущности но еще и сущности которые лежат базе данных поэтому вот этот тег сервис у меня называется неправильно я его назову тогда по-другому и просто сделаю что было теоретически я могу написать search search сервис который будет просто искать здесь примитивные типы используются поэтому достаточно легко будет заиспользован в каждом из проектов в принципе он что делает все очень так давайте тогда правильнее назовем так потому что он ищет только теги а это все вот так пусть называется и я переименую файл так теперь у меня есть сервис и мне нужно здесь реализовать я сюда делаю такую штуку которая называется так все и так так search service и как вы понимаете он теперь должен быть унаследован вернее даже не унаследован а должен реализовывать ай так как его назвал то ай тег search сервис давайте его имплементируем ну и в общем я сейчас быстренько напишу реализацию я думаю что она будет простая ну а может быть попозже я вам ее прокомментируем ну и в общем как вы видите все на самом деле очень просто я получаю все чтег непосредственно параметр который я буду искать я буду искать его в репозитории который называется тег я выбираю только название а еще по названию которое начинается на собственно говоря условия и true говорит о том что я делаю ритон для поэтому используя ас как он называется не помню неважно в общем это дает мне только для чтения ас как же он там называется так господи это же важно сейчас я вам покажу но у ас ноутрекинг вот это как называется то есть вот это значение там где-то в глубине проставляется именно в этот на параметр другими словами так как я не буду никакие манипуляции с этими тегами делать то есть мне с ченч трекер не нужен поэтому я его отключаю и получаю кактор прирост производительности следующим этапом нужно этот самый айтек сервис прокинуть в наш контроллер верни в наш и модал где мы собственно грей будем выполнять этот метод который только что создать для этого нужно сделать следующее нужно сделать inject этого самого сервиса ups in inject control в это будет ну пусть называется так search да пусть полностью так и называется и соответственно где танцет и нужно сюда подставить namespace ну а теперь мне нужно в общем то написать protected метод который в общем то я буду дергать когда у меня будет изменения вот в этой вот если помните сейчас я переключусь вот то есть у меня будет вот в этом импуте вводится какие-то значения и по вводу этого значения они будут отправляться вот в этот метод который сейчас напишу чтобы найти совпадение с этими ключами с этими условиями ввода и по значению которое будет найдено я буду закидывать вот в этот метод и они соответственно будут отображаться в общем я сейчас снова это все на ускоренный напишу а потом вам прокомментирую ну и как вы видите метод получился простым то есть мы в аргументы получаем event change arc это то что приходит вот по на вот по нажатию какой-либо буквы вот в этом вот методе то есть это мы чуть чуть попозже пропишем и далее я проверяю что значение вообще есть что мне аргументы какие-то пришли если нет я сбрасываю значение я проверяю что пришло реальное значение если нет я сбрасываю найденные и далее я отправляю это все в сервис еще те самые теги которые вернулись сюда то есть название и полученные значения как вы видите у меня будет список стрингов которые собственно грею будет значение найденные теги они уйдут на форму которые сейчас секунду которые вот в этом месте соответственно обновляться и отрисуются и при нажатии на кнопку я должен буду их увидеть но на самом деле это пока еще не все смотрите для того чтобы добавить метку я по нажатию кнопки которую я показывал ранее вот это вот плюсик я должен какое-то значение текста передать в общем-то на backend да то есть мне нужно еще один параметр я сейчас его собираюсь ввести этот параметр будет тоже наверное protected это будет просто стринг и это будет название тег name который я буду собственно добавлять вот теперь давайте пока опять напишу рекорд чтобы тут и потом про него не забыть привычка не обращайте внимание в общем я теперь есть то что я буду вводить если допустим у меня не найдено ни одного тега при поиске на бэкэнди то вот это значение тега я буду добавить должен будет добавить список меток и потом его анализировать уже при сохранении самого факта таким образом получается чтобы у меня вот эта вот штука заработала мне нужно сделать привязку вот этого вот импута но во первых здесь мне нужно привязать в или и еще события в элю будет привязываться очень просто это баинт из а нет это будет просто баинт ну что такое и это будет тег нейм а события будет он импут равно и как вы понимаете я сюда напишу search text здесь у меня вот так будет то есть я сюда передам сам делегат другими словами как только я сейчас начну вводить на форме что-то у меня запрос полетит сюда и я должен буду видеть списки в общем то вот эти самые метки которые у меня уже в базе данных существует останется только по их клику то есть по клику на них добавить их в другой список я нажал запуск проекта давайте посмотрим какие у нас метки если например название фото факты найти нажму изменить так у нас тут сломалась потому что мы сервис создать создали of dependency контейнер его не зарегистрировали это это плохо контрол т два слышат дп н днс и вот у меня все дп н днс и и здесь я нажимаю control д и сохраняю то есть добавляют этот вот сервис который только что создали ну соответственно с интервалом ой с интерфейсом да и мне вот здесь нужно тоже подгрузить еще раз стартуем даже давайте в дебаге запустим и поставим бряку как раз в этой вот реализации этого сервиса убежала куда-то вот сюда например я поставлю бряку и запустим теперь с дебагом итак у нас запустился проект откроем например этот проект и попробуем ввести какую-нибудь русскую букву например на смотрите у меня сработала бряка буква н прилетела я отпускаю бряку и как вы видите мне тут высыпалась ну все что можно было высыпаться и вот как это буквально работает фото ну а теперь давайте сделаем чтобы вот эти вот ссылки вот эти вот выбранные полученные из бэкэнда теги по нажатию перепрыгивали вот в этот список и это сделать очень просто для этого я закрою пока проект остановлю дебаг это мне больше не потребуется а вот здесь собственно говоря мне нужно сделать следующее вот этот тег у меня должен быть кликабельным здесь у меня уже курсор стоит что будет клик по нему можно сделать как бы уведомляя пользователя и здесь осталось ну прописать совсем немножко здесь нужно поставить он клик равно и здесь нужно применить такую именно конструкцию потому что мне потребуется сюда использовать ну лямбда выражения так я его назову и сюда тег name ну и как вы понимаете это тег мне нужно этот метод написать давайте вот тоже таким же образом быстренько напишу потом прокомментирую ну и друзья как видите код тоже получился несложный давайте быстренько его прокомментирую здесь мы получаем значение которое будем добавлять здесь мы проверяем что но не равно ну в том числе делаем очистку незначимых пробелов и другой хрени сначала и в конце строки также мы в конце проверяем что у нас осталось и если у нас все-таки там пусто ну то есть вот этого значения как раз то мы возвращаем не делаем никаких операций а если нет то есть если есть что добавляет тогда мы проверяем что у нас теги существуют что они к нам пришли потому что если допустим это был редактирование то там теги понятно есть но и вихтать и кстати и там может не быть а если мы создаем новый факту понятно там тегов нету и вот это вот строком и гарантируем что они у нас будут иметь значение пустого списка которым ничего нет но список уже будет дальше мы проверяем в тегах наличие существует ли тег который мы сейчас вводим который пытаемся ввести если его нету то мы его добавляем а также мы делаем нотификацию на юлай что у нас количество тегов изменилось это нужно для валидации в первую очередь но и ну и для валидации вообще-то ну и в случае в конечном итоге мы сбрасываем значение тег на им то есть она становится пустым и очищаем список найденных в общем давайте проверим как это работает для этого я запущу приложение можно даже без дебага так у нас тут что-то поломалось и видимо здесь здесь у нас получается что он не получается да похоже здесь перемудрил если честно давайте я уберу лишнее вот красивенько и еще раз запустим теперь снова без дебага открываем какой-нибудь так метку то есть факт редактирования прошу прощения пишем какой-нибудь ну фото например да у нас там было фото ups что-то у меня не сработало давайте еще раз фото вот фото странно ну давайте проверим еще раз ты в 5 кстати коллеги я точно знаю что давайте проведем такой эксперимент смотрите у меня сейчас открыта страница я пытаюсь сделать какое-то изменение ну допустим так 1 и вот сюда вот так 1 и нажму сохранить и теоретически у меня браузер сейчас должен обновиться да это прекрасно работает то есть в последней версии сделали что он теперь автоматически обновляется мне не нужно снова стартовать страницу ладно еще раз открываем страницу нажимаем какой-нибудь фото вот у меня появилась какая-то ошибка second impression before press так но на самом деле это понятно почему потому что у меня там стоит таск и он не успевает отработать я наверное не совсем правильно поступил и вот почему вот этот так сервис нет не это давайте его закроем вот этот вот айтек сервис он возвращает task теоретически мне здесь task абсолютно не нужен потому что я иду напрямую к базе и данные соответственно могу получать напрямую потому что если используют task то у меня начинается concurrency задач то есть как-то конкурирующей задачи когда я ввожу много букв быстро она не успевает отработать и поэтому давайте я сейчас на ваших глазах это все собственно говоря поправлю так у меня теперь его имплементации нету вот я уберу task но так иногда бывает что перемудришь с производительностью она еще и хуже работает соответственно мне нужно вот здесь убрать то есть по большому счету мне здесь асинхронности не надо и вот чтобы она мне ничего не ломала в противном случае мне придется решать проблему вот этих конкурирующих запросов когда много букв летит предыдущий запрос еще не отработал давайте запустим еще раз так у меня здесь какая-то ошибка ну конечно здесь это ну нет не так стоп давайте до конца это уберу ну в общем как говорила одна моя знакомая но в общем вы знаете я здесь снова напишу void ну вот что значит писать в прямом эфире на приложение давайте запустим в конце концов сейчас все точно должно сработать закроем предыдущие окно откроем какой-нибудь фактные изменения откроем и в 12 чтобы было видно что у нас нет ошибок начинаю писать ну да видите все отлично работает ну то есть оптимизация оптимизации розни то есть нужно с ума подходить к этому в общем понимать что вы делаете где-то бывает можно проще не использовать асинхронной операции чтобы в общем я думаю что вы все сами видели итак у меня есть какой-нибудь какой-нибудь фото да давайте на него кликнем и то что у меня сейчас хорошо а вот он появился узнаете эта штука работает на самом деле давайте еще вот фото я нажимаю и да вот он появился но и осталось только проверить что мне количество элементов которые где-то здесь должны были храниться равно 4 так раз два три 4 нет я не вижу где он текст вот каунт минимум до выли 4 но и давайте для прикола добавим еще какой-нибудь например лампы и как вы видите у меня теперь вылью здесь уже 5 то есть ой то есть у меня тут не ламп у меня тут l добавился но это такой вариант тоже есть странно а я ввел одно мне так а нужно да смотрите я сделал ошибку и вот почему когда я нажимаю сюда то то у меня отправляется вот в это место то есть метки тегов только те то что я и ну вот этот вот не сам тег отправляется на который нажму а вот этот тег у меня должен по нажатию вот этой кнопки перелетать сюда этот функционал мы сейчас тоже поправим так давайте я закрою мы вернемся в режим разработки еще раз вот добавить тег то есть по добавлению тега у меня должна работать другая кнопка я чет перестарался да то есть добавить тег это гена вот то есть добавить тег и вот эта кнопка добавить так вот вот они должны работать вот так то есть если у меня тег не найден тогда я его добавляю таким образом а здесь ну видимо мне нужно здесь написать просто добавить сам тег здесь я буду добавлять тег который был введен а здесь я буду добавлять тот тег который у меня отрендерился давайте запустим еще раз и проверим эту штуку откроем какой-нибудь для редактирования и так у меня есть например фото фото у меня здесь и так есть давайте какой-нибудь абхазия хорошо и теперь еще какой-нибудь на п я добавляю до добавляется именно то что я выбрал а есть я допустим напишу вот так и нажму сюда то как вы видите добавляется непосредственно то что я написал но и соответственно при нажатии кнопки сохранить мне теперь нужно сделать такой функционал который проверит наличие меток которые были после редактирования если какое-то изменение было то добавленные добавить удаленные удалить ну и как вы помните в предыдущем видео я говорил что нужно не просто добавлять или удалять метки а сразу проставлять количество их использования таким образом метки будут иметь информацию о том сколько раз они использованы в разных фактах но у меня этой реализации нету я это поле не предусмотрел потому что переделываю старый сайт вот поэтому в общем у меня немножко другой вариант я просто отказался от облака меток чтобы показывать другие возможности то есть не количество их использования просто их наличие вообще но сейчас у меня старая реализация поэтому работает медленно как вы помните требовалось некоторое количество секунд чтобы обработали все метки чтобы посчитать их использование в других тегах с других фактах и поэтому мне сейчас они как бы показываться красиво но это на мой взгляд не хоть и красиво но не очень функционально поэтому я как я говорил от этой функционала откажусь и тем не менее друзья смотрите мы сделали полноценное редактирование потому что по нажатии кнопки сохранить так давайте я запущу в дебаги мне нужно проверить что после нажатия кнопки сохранить ко мне приходят все метки и только потом я смогу проверить что с ними делать то есть решить что с ними делать давайте пока уберем давайте откроем какой-нибудь контроллер ну например факту в этом факте найдем так контроллер факт вот и здесь у меня вот редактирование и вот редактирование и здесь мне больше никаких действий нет обряка уже стоит итак мы открываем давайте здесь релоуд сделай и например вот этот факт измученный будем редактировать я добавлю сюда допустим самцы нет такого нету самцы давайте добавим самцы кожи лица так давайте напишем гениталии есть тут такое гениталии есть у обалдеть но и в общем сейчас нажимая бряка должна сработать сюда мне прилетел факт и давайте проверим что в нем есть ну контент нормально надо было конечно его тоже поменять чтобы проверить что он пришел но я уверен что он пришел у меня модель валидно но и в этой модели о еще раз давайте покажу есть идентификатор да и и теги и их 5 и те самые самцы и гениталии как бы это простите пошло не звучало они в общем пришли теперь здесь нужно сделать обработку но я думаю на самом деле это не очень интересный вариант если вы хотите посмотреть про это видео я пишу но мне кажется если вы посмотрите код после того как я сделаю публикацию после реализации ну вам будет все понятно и тем не менее отпишитесь комментариях хотели будет видеть или нет бы при наличии при определенном количестве комментариев я сделал видео и по этому поводу ну а теперь с вами я вынужден проститься на самом деле мне пока больше делать ничего единственное что я хочу еще открыть вот этот файл и в общем то хочу закончить вот это вот редактирование так вот редактирование и надо сказать что мы хорошо себе поработали если что у меня осип немножко голоса это прошу вас прощения в общем всего доброго и до новых встреч пишите правильный код